Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Сегодня мы в гостях у Надежды. Доброго здоровья, Надежда. Доброго здоровья, Геннадий Петрович. Как вы завтракаете, Надя? Завтракаю обычно творогом. Обычно творогом. Иногда творогом с медом, либо творогом с орехами. Творогом с орехами. Делайте такую своеобразную смесь. Ну что, завтрак действительно очень хороший, хотя орехи с творогом не совсем сочетаются, но тем не менее это делать можно. А как вы смотрите насчет того, чтобы творожный этот завтрак сделать более целебным? Смотрю с большим удовольствием и интересом, потому что, кстати, заметила, если, может быть, он будет более энергетический, потому что часто после завтрака хожу в спортклуб, и часто не хватает сил. И мне кажется, что, может быть, как раз потому, что чего-то не хватает в моем завтраке. Я думаю, что завтрак этот можно действительно сделать как и целебным, так и энергетическим. В качестве одного из основных элементов мы с вами возьмем проросшую пшеничку. Вот она как раз, проросшая пшеничка. Значит, достаточно горточки будет. Основное у нас блюдо для приготовления или там кастрюля, как обычно говорят, это будет у нас блендер. Вот, теперь мы с вами берем творожок. Какой жирности ты любишь творожок? А я творог сама делаю. Покупаю кефир и молоко 2% жирности и просто на маленьком огне довожу до состояния творога. Мы с тобой сделаем целебный завтрак, который будет и энергетичен, и по многим иным параметрам помогать тебе в жизни и многим другим молодым людям. Будет ли он вкусным? Вот, как раз об этом мы поговорим. Сейчас мы это сделаем, и ты оценишь, а будет ли он действительно вкусным или нет. Итак, мы берем проросшую пшеницу. Это как раз основной компонент нашего блюда, потому что именно он дает обилие витаминов для того, чтобы человек был красив. Женщина любая хочет быть красивой. Волосы, ногти, кожа, чтобы глаза блестели. Для этого нужна обилие витаминов. А где их взять? Пью витамины, обычно. Пью витамины. А оказывается, если витамины синтетические, то они особо не помогают. Как некоторые говорят, от них моча становится красивая. А вот если мы используем натуральные витамины, и причем фактор роста, который есть в проросшей пшенице, они сразу тебе добавляют жизнь. Видите проросшее зерно? Вот такое оно должно быть. Выключек примерно 1-2 миллиметра, не более. Витамины группы В ведут, а там их обилие, ведут как раз все жизненно важные процессы в организме, обмен веществ и так далее, чтобы организм работал как часы. Значит, клетчатка и микроэлементы, которые содержатся в оболочке, они, будем так говорить, заставляют работать наш кишечник идеально. Кишечник – это уже красота и мощь организма. Красота наружных кожных покровов, никаких ни пресечков, не будет ничего. И уставать не будешь. Теперь, далее мы с вами будем использовать в качестве белка для молодого организма. Нужен белочек. Надюша сама его делает, но мы тут как раз просто творожок у нас берем. Средние жирности. Содержит все аминокислоты, которые нужны растущему организму для обновления, чтобы ничто в организме не страдало. Так, для вкуса мы будем использовать мед. Ты любишь мед? Очень люблю мед. Как раз мы вкус будем регулировать. В качестве самой основной основы, в которой все находится и связывает, мы будем использовать ряженку. Вот. Далее. Нам не нужна лишняя вода в организме. Поэтому мы будем использовать петрушечку, укроп. Вообще петрушка, укроп, они снабжают наш организм, ну, многими жизненно важными элементами. И делают наш напиток, завтрак более целебным. И, наконец-таки, а вот это что такое, Надя? Имбирь. Имбирь. А зачем? Кстати, тоже очень люблю. Обычно в чай, правда, добавляю. В чай. А зачем он нужен нам, имбирь? Для вкуса. Для вкуса. Для тепла. Вот. Оказывается, он нужен в основном для тепла. Имбирь мы добавляем для того, чтобы наш продукт приобрел такие особо целебные свойства и, можно сказать, горячительные. Имбирь – продукт, который возбуждает аппетит, усилит теплотворные способности организма, и он подавляет различные бактерии. И вообще в эту погоду, в сырую, холодную, он способствует тому, что вытесняет сырость и холод из организма. И вы, выпив такой напиток с имбирем, будете чувствовать себя намного комфортнее, нежели без него. Как ты думаешь, столько хватит нам? Мне кажется, мало. Мало. В чай кладу обычно больше. Больше. Сколько ты кладешь? Два таких? Вот и еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть. А с кожурой класть? Да. Главное – хорошенько помыть. Хороший какой-то запах. Ага. Все. Это мы сюда раз положили. Теперь мы добавляем… Сколько ты творожка любишь ложить? Ну, ложечки две. Ложечки две. Мы с тобой положим 100 граммов. Так как это мы делаем, ну, будем говорить, на всю семью. Особенно, если семья молодая, муж и жена, то как раз необходимо 100 граммов. Отлично. Вот такую порцию. Опа, положили. Далее мы с вами… А, уже слюнки побежали. А у тебя как? Да. Тоже слюнки бегут. Далее мы с вами добавляем зелени. Зелени можно брать… Много, да? Много. Грубые все эти обламываем. Они нам не нужны. Ты столько зелени съедаешь за раз? Нет. А сколько ты съедаешь? Очень мало. Очень мало. Да, две веточки салата иногда кладешь. Две веточки салата кладешь. Оказывается, этого действительно нам мало. Нам надо гораздо больше. И если жевать их так напрямую, их не съешь. Зато в блендере мы их прекрасно съедим. Все. Теперь, значит, заливаем нашу ряженку. Залили. Вот. Проросшую пшеницу я уже сюда положил. И начинаем делать наш целебный завтрак. А мед мы будем добавлять по вкусу. Будем пробовать и добавлять, чтобы выйти на тот вкус, который нам нужен. Потому что если у нас будет, имеется диетик, то они любят сладенько. А он может получиться не такой сладкий. А так. А? Какой цвет получается. Ну вот, процесс приготовления нашего целебного завтрака окончен. Но мы еще сюда не добавляли меда. Сначала попробуем, насколько по вкусу понравится нам. А потом добавим меда. Сначала попробуем без меда. Как он? На вкус. Итак. Заметила, что очень долго взбалтывали. Дело в том, прекрасно заметила. Дело в том, что проросшую пшеницу желательно измельчить. Чем она будет меньше, тем ее приятно пить. Поэтому как раз ставим примерно на 2 минуты и перемалываем. А так можно гораздо все быстрее сделать. Но самое интересное, консистенция получилась, видишь, одинаковая. Гладкая такая. Настала пора попробовать, что у нас получилось. А потом уже по вкусу добавим меда. Так. Что у нас получилось? Очень вкусно. И кисленький. И кисленький. И кисленький. Ага. Так как ты трудишься, тебе надо посещать спортзал. Поэтому мы добавим, так сказать, энерготоника. Это меда. Меда мы добавим примерно пару столовых ложек. Больше не добавляем. Оп-ля. И еще разок все перемешаем. А вообще много меда можно есть? Я вот очень люблю, но все время волнуюсь, что не тяжеловат ли он для организма. Мед действительно очень полезный продукт, но везде надо соблюдать меру. Я думаю, что если ты тяжело трудишься, то грамм 50, это будет то, что надо. Грамм 50. Но это примерно максимум не полстакана, а одна треть этого стакана. Но это все-таки много. Итак, перемалываем. Так, теперь мы сделали с медом, чтобы вкус его был лучше. Еще разок пробуем. Попробуйте. Выскажите свое мнение. Так. Что скажете? Я вижу, ты уже... Мне кажется, да, стало еще вкуснее. Прямо коктейль настоящий. Действительно, получился энергетический коктейль, который я называю целебный завтрак. Проросшая пшеница дает обилие микроэлементов, витаминов, причем живых, которые сразу же пойдут вам в пользу. Организм укрепляется, плюс прекрасный вкус от меда, обилие зелени заставит работать ваш кишечник идеально. Понравился вам? Очень понравился. Этот, значит, завтрак можно использовать и утром, и вечером, когда вы пришли с работы, чтобы было легко и хорошо нашему организму. А, кстати, мне кажется, можно еще... Можно ли, например, фруктовый салат заливать как соусом? Можно это заливать и фруктовый салат как соусом, и можно в наш вот этот целебный завтрак, основа, значит, это оряженка или что-то кисломолочное, обязательно проросшая пшеница, можем больше добавить творога, можем меньше добавить творога. И дальше ждет творчество. Можем яблочко добавить, можем лимончика добавить, можем добавить там апельсинчика, можем кинзы, можем укропа, можем всего, что угодно, сельдерей. И получатся очень-очень хорошие вещи. Кстати, мы потихонечку будем все это изучать и рассказывать о них. Это твое мнение тебе понравилось? Да, думаю, буду теперь все время так готовить. Легко, просто, быстро? Легко, просто, быстро. И вкусно. Самое главное, вкусно. А теперь это вкусно мне, вкусно тебе. А теперь давай спросим других членов твоей семьи, а понравится ли им бабушку и маму, то есть среднее поколение и старшее поколение, будут ли они его делать или нет? Да. Наливаем. Так, ну, подходите вот сюда. Отлично. Берите и пробуйте. Главное, фигуру не портят. О, насчет фигуру. Знаете, как ее будут сохранять? Ну-ка, попробуйте-ка ее. Что у нас за завтрак получился? Вот начинаешь пить, уже запах такой. Запах необыкновенный. Такого запаха редко, когда бывает. Пища в основном вареная и не содержит тех... Я думаю, что тут играет роль зерно. Зерно прорушено. И очень много вкуса. Мне кажется, играет. И имбирь. Да, и имбирь играет. Чувствуется имбирь. Чувствуется имбирь. Чувствуется имбирь. Да, и зелье играет. Имбирь как раз будет укреплять наш организм вот перед вот этими осенними и зимними холодами. Я уже говорил, иммунитет и прогревать. То есть меньше будете мерзнуть. Лучше будет ум работать. Энергичнее будет. Обмен веществ. Пейте, пейте. А слюна как бегит? Скажите, как слюна бегит? Вот. Летит. Геннадий Петрович, а вы считаете, вот этого достаточно? Завтрак. То есть выпить полстакана или полстакана? Если вы выпьете стакан этого напитка, этого целебного, так сказать, завтрака в виде напитка, я думаю, что вам до обеда есть не захочется. При этом организм будет стабильным всем необходимым. Он же еще создает объем, потому что здесь имеется клетчатка. Понимаете, вот бывает что-то выпил или съел. Оно маленькое, как-то желудок не раздулся, и хочется есть, есть, есть. А тут так, хоп, сразу все. Удивительно просто, быстро и так вкусно. Вот. Можно вареница добавить. Мне кажется, достаточно. Вот сладости для меня, например, достаточно. Вот поэтому я и пробовал, чтобы сладости не переборщить. Можно, конечно, полстакана убухать, и тогда она притокная будет. А то получается совсем иное. Хотите, чтобы надо выпили? Ну, смотрите, если не хочется, у нас еще стоит, у нас просто баллы нету. Мы, как бы сказать, с Надей это волнуемся. Нам стакан нужно. Ну, давайте, давайте тогда. А, мы потихонечку. А, хорошо, действительно. Надюша. А тут как раз делали, делали и обделили. Вот это то, что надо будет. Ну, подходите к нам. Подходите к нам, выпивайте. А чокоса не будет. Действительно, надо не спеша это все употреблять плавненько, чтобы все хорошенько слюной смочилось. И если продукт полезен для организма, слюна брызжет. Правда. Представляете, какое пищеварение будет? А я хочу сказать. Кстати, действительно, я ощущаю, что выделяется слюна, я чувствую. Комплекс витаминов В, это так полезно? Это невероятно полезно. Потому что мне даже как-то кололи. Но это же лучше. Я думаю, что на следующем нашем завтраке я подробно вам расскажу о витаминах группы В, что они делают. И вот эти все витамины группы В оказываются не в кристаллическом виде, а в живом. А это, знаете, в тысячу раз сильнее. Матюшка, тебе задание. Я, кстати, пью витамин В, ну, в капсулах. Ну, в капсулах, знаете, это не то. А вот это будет за что-то. Дело в том, что в основе жизни лежат ферменты. А ферменты, вы знаете, это продукты очень быстро портятся. Да. Вот. Как их сохранить? Поэтому их сохраняют витамины в виде каких-то сухих препаратов, которые, я бы сказал, особо неактивны. Потому что к витамину надо добавить белок, углевод и еще что-то, для того, чтобы он нормально работал. В искусственных... Воспаялся, да? Да. В искусственных витаминах, оказывается, только имеется чистый витамин. А где остальное взять? Зато в натуральных витаминах имеется все, для того, чтобы они сразу же заработали. Итак, сделаем действительно еще один целебный завтрак, и не один, а несколько. И вы опробуйте, и будете здороветь. И радоваться. Отлично, спасибо. Очень понравилось. Очень вкусно, Геннадий Петрович. Очень вкусно. Спасибо. На этом целебную кулинарию в семье надежды мы заканчиваем. До новых встреч. Во время приготовления целебных завтраков встает вопрос. Как приготовить проросшее зерно? Приготавливать зерно проросшее очень просто. Для этого вы его приобретаете на рынке. Приобретаете сразу ведро или пол ведра. Это вам хватит на семью из четырех человек, наверное, на полгода. Берете сразу много. Я, например, беру сразу чашку зерна. Хорошенько его мою. После этого. И эту чашку заливаю водой. Вода над поверхностью зерна должна быть слоем полсантиметра, а то и сантиметр. Да и два. Ничего страшного не будет. Зерно стоит всю ночь, вбирает себя в воду, напитывает влагу. Утром я еще промываю дополнительно. Сливаю воду. Зерно уже набухшее. И это зерно без воды. Я просто-напросто чем-нибудь накрываю, а то даже и не накрываю. Ставлю при комнатной температуре в любое место, чтобы оно не мешалось. И смотрю. Как правило, уже к концу этого дня зерно начинает прорастать. А если еще ночь пройдет, она обязательно прорастет у вас где-то на полмиллиметра, а то и миллиметр. В зависимости от качества зерна. Все, чтобы дальше оно не прорастало, я его помещаю в целлофановый пакет, всю чашку и ставлю в холодильник. Не в морозилку, а в холодильник. И там оно у меня, да, будет немножечко прорастать, потихонечку прорастать. Но зато оно там будет храниться до двух, а то и трех недель. Я каждый день, готовя завтрак, беру по горсточке этого зерна и использую для завтрака, для первых блюд, для салатов и прочее-прочее. Вот таким вот образом вы можете приготовить проросшее зерно легко, просто и в нужном вам количестве. Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная Кулинария. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok